Свой рацион питания наркоманы регулярно приправляли кондитерским маком. Сотрудники Амурского УФСКН изъяли полтонны вот таких упаковок. С виду обычная специя, но если заглянуть глубже, среди семян можно найти запрещенную солому. С декабря в Благовещенском мини-маркете успели продать почти тонну особого товара. В начале февраля наркополицейские пресекли торговлю. Это партия, одна из крупных. Кондитерские семена мака произведены в Казахстане, на упаковке нет даты изготовления. Товар транзитом через Сибирь доставляли в Благовещенск. Маковая солома входит в перечень запрещенных наркотических средств. Одной упаковки в 200 граммов хватает примерно на три дозы. Семена выпаривают с помощью растворителя и колют внутривенно. В мини-маркете, кстати, сразу можно было купить и растворитель. Оперативники изъяли 240 бутылок. Схема была простая. С одной стороны, с другой стороны, она была четко отработана. То есть покупатель подходил к мини-маркету кассиру напрямую, продавец, вручал покупателю вот такие пакетики пищевого мака. Вот так вот расфасованы. Один-два пакета. Стоимость такого пакета для потребителей составляла 700 рублей. Тогда как упаковка разрешенного кондитерского мака в городских магазинах максимум доходит рублей до 150. Выручка мини-маркета составляла по 60 тысяч рублей в день. Почти за два месяца продаж, незаконные приправы, засоренные маковой соломой, владелец магазина заработал на квартиру. Получил прибыль примерно в 2 миллиона 750 тысяч рублей. Изъятая партия тянула больше чем на миллион 700 тысяч. По факту сбыта возбуждено уголовное дело. По нему проходят управляющие мини-маркетом и продавцы. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы. А продуктовый магазин продолжает работать. Но покупателей скорее всего значительно поубавилось. Кондитерского мака на полках больше нет. Светлана Рожкова, Василий Пронькин, Альфа Новости.